здравствуйте уважаемые подписчики зрители пациенты с вами снова канал новая медицина блог ревматолога на ленина 44 сегодня речь пойдет о таких известных препаратах как хондропротекторы и так топ причин чтобы принимать хондропротекторы поехали первая причина это относительный дефицит этих веществ глюкозамин хондроэтин коллаген и гиалуроновая кислота участвует в развитии суставов хрящей и суставной сумки связок у нас в организме они могут синтезироваться сам самим организмом при помощи различных комплексов но часто в купе с кальцием и создается их относительный дефицит например у таких пациентов как спортсмены или просто активные пациенты которые совершают утреннюю пробежку или ходят в фитнес-зал следовательно они нуждаются в дополнительном введении этих веществ поскольку каркас сустава немножечко дистрофируется и происходит его генерация то есть небольшое разрушение суставов если этих веществ мало то есть теряем а восполнять нечем причина номер два это собственно говоря причина самих хондропротекторах они откровенно говоря относятся к банкам то есть биологически активным добавкам но американская а затем и российской ассоциации ревматологов они определены в отдельную группу препаратов препараты эти называются на английском сисадо если привести с заграничного на русский то это системные препараты медленного высвобождения для лечения остеоартроза третья причина сопровождает вторую именно глюкозамин и хондроидин имеет под собой очень веской и очень большую доказательную базу их эффективность признана в америке австралии и даже британс британском кахрановском сообществе а кахан увидеть не так то и просто это четкая и самая критичная оценка любого лекарственного вещества в нашем мире и они получили положительную оценку четвертая и пятая причина нашего топа они идут вместе это как бы хорошая переносимость препарата и минимум побочных эффектов именно 4 5 причина нашего топа и есть самая главная причина почему эти препараты самые популярные в мире среди врачей и пациентов поскольку они имеют какую-то эффективность они хорошо переносится пациентам и конечно же имеет минимум побочных эффектов это и позволяет их принимать очень длительное вот такие вот пять основных причин почему стоит принимать хондропатальта подписывайтесь на наш канал ставьте лайк и в следующем выпуске вы узнаете топ 5 минусов этих препаратов соответственно у каждого препарата есть свои плюсы и минусы мы рассмотрим и то и другое но прежде чем принять решение принимать вам этот препарат или нет следует записаться на консультацию к ревматологу это можно сделать у нас в новой медицине также вы можете оставить под видео свои комментарии вопросы и мы следующем выпуске обязательно ответим на них помните все мы делаем для вас ведь самое главное для нас ваша красота и здоровье